С первыми цветами на деревьях жизнь Дианы Альковой осложняется. Но самое неприятное время, рассказывает девушка, наступает с появлением тополиного пуха. И насморк, и зуд в глазах, и износы течет, и соответственно это неудобство приносит определенное. Невозможно проветрить квартиру, то есть если даже жарко, то не откроешь окна в лишний раз. Аллергия особенно сильно стала давать о себе знать в последние годы. И это не случайно, говорят эксперты. По статистике Всемирной организации здравоохранения с каждым годом количество аллергиков растет. К примеру, весеннему обострению подвержен каждый третий житель России. С апреля в аптеках начинается аншлаг. С каждым сезоном на полках появляется все больше антигистаминных препаратов. Цены на такие лекарства варьируются от 50 до 1000 рублей. Бывают оригинальные препараты, а потом появляются вот дженерики, да, то есть новые названия. Расширяется линейка препаратов. Летом, может быть, что-то идет, ну не антигистаминные, конечно, а что-то такое от зуда, комаров, например, или каких-то растений, то есть наружные мази. Ну, то есть целая группа препаратов. Но сейчас, может быть, еще добавились просто капли в нос, больше стали там продаваться. Если аллергия на цветение и тополиный пух – это то, к чему люди готовы, то есть и так называемые нестандартные аллергены. Это единичные случаи. Говорят, деньги не пакнут, но с этим утверждением соглашаются не все. Многие очень чувствительно реагируют вообще на бумажные купюры. Аллергия на бумажные деньги, пожалуй, одна из самых редких. Происходит из-за реакции на краску и никель. Чаще встречается особая чувствительность на солярий. Симптоматика в этом случае напоминает крапивницу. Каждый сотый аллергик испытывает дискомфорт из-за холода. Тело в этом случае покрывается красными пятнами. Аллергия может привести к обмороку или даже анафилактическому шоку. Если не лечить, не обращаться к специалисту, это может с годами усугубляться и вылиться в достаточно тяжелые реакции при контакте с аллергенами. А если вовремя обратиться с определенной специфической симптоматикой, получить рекомендации по лечению, по своему поведению, возможно, по специфической терапии, то можно снизить интенсивность симптоматики. Аллергические реакции не поддаются лечению, но обращаться к врачу в этом случае нужно. Медики определят подходящий индивидуальный курс препаратов, который поможет облегчить сезонный дискомфорт.